Вот он, вчерашний привет украинской армии, славному городу Харциску. Стоят, попал в дерево, разорвал дерево. Вряд ли эти люди скажут, что я люблю свою Украину. 17 августа 2014 года сильнейший удар потряс многоэтажки в центре Харциска. Больше остальных пострадали два дома по улице Свободы. В квартирах нет остекления, повреждена мебель и бытовая техника. Вещи горожан оказались под слоем строительного мусора и осколков. У некоторых жильцов даже входные двери не выдержали удара взрывной волны. Что в тот момент происходило во дворах многоэтажек, очевидцы дрожащими руками снимали на свои мобильные телефоны. В тот же день несколько тяжелых снарядов разорвалось также и в частном секторе города, повредив дома на трубной стороне, на Октябрьском поселке, на улице Некрасова. Среди мирного населения – десятки раненых. А это уже 24 августа – День независимости Украины и последствия поздравлений украинских силовиков с использованием крупнокалиберной артиллерии. Район Део, Липовка, Черемушки. Снаряды падали в непосредственной близости от жилых домов. А тут у них пострадала у вас? Да, вот у меня в окажа мужчину убила. Там в этом подъезде трое, три женщины ранены, увезли. С праздником, сволочи, поздравили. Ещё через 10 дней украинские каратели решили снова ударить по Харцизку. Только теперь уже баллистической ракетой «Точка-У». Её обломки упали у стадиона, а прилегающую территорию городского парка просто-таки постекло осколками боевых элементов. Смертельное ранение тогда получил ещё один харцизянин. Шесть лет прошло после тех трагических событий. Вчера к закладному камню на месте будущего памятника погибшим защитникам республики и мирным жителям города пришли харцизяне, чтобы ещё раз сказать – многое забудется, такое никогда. На митинге выступила глава администрации Харцизка Виктория Жукова, которая выразила соболезнования горожанам, тем, кого беда коснулась лично. Сегодня в Харцизке скорбная дата. Сегодня годовщина первого обстрела украинской агрессии. К сожалению, у нас есть погибшие мирные жители. Сейчас мы силами администрации собираем списки погибших мирных жителей города Харцизка. Постараемся в следующем году уже сделать мемориальный комплекс. Но сегодня мы собрались почтить память погибших мирных жителей, погибших наших ребят, которые защищали нашу родину и лишились жизни. Сегодня у нас их родственники присутствуют. Царство небесное ребятам, вечная память. Пусть они ангелами-хранителями всегда будут рядом с вами, с вашими семьями, охраняют вас, защищают, как и защищали нашу землю. Память погибших героев-защитников и жертв обстрелов со стороны ВСУ харцизяне почтили минутой молчания, после чего возложили цветы к гранитному камню. Траурный митинг прошел вчера и в Зуевке. На площади 30-летия Победы у памятника ополченцам, добровольцам, зуевчанам, погибшим за независимость Донбасса, жители поселка собрались, чтобы вспомнить трагические события лета 2014-го, возложить цветы к мемориалу и почтить минутой молчания память земляков, отдавших своей жизни за правое дело, за свободу республики. Субтитры создавал DimaTorzok